Азбука спорта Все вместе! Сегодня в Азбуке спорта. Степ-бай-степ. Тренируемся весело и эффективно. Это занятие будет развивать все наши физические качества. Силу, скорость, выносливость. Узнаем, как тренируются дети в школе, которую открыла олимпийская чемпионка по фристайлу. Я прежде всего мама двоих детей. Наверное, это основной фактор, который повлиял на открытие детского центра. Поговорим о пользе молока с доктором. В первую очередь молоко – это источник кальция. Развить навыки равновесия, улучшить координацию движений, укрепить мышечную систему, увеличить гибкость. Всего этого можно достигнуть с помощью степ-аэробики. Этим сейчас и займемся. Сегодня у нас будет функциональная тренировка со степом. Это занятие будет развивать все наши физические качества. Силу, скорость, выносливость. Готовы? Да. Первое упражнение. Начнем с того, что станем над степом, ноги широко. Опускаемся вниз, бедро до параллели с полом. И с правой ноги поднимаемся наверх. Держим мышцы живота сильными. И снова опускаемся вниз. Колени держим над стопами. И поднимаемся наверх. Опускаемся вниз. Обращаем внимание на спину. Плечи не заворачиваем. Держим ее прямой. И наверх. То же самое делаем прыжком. Поехали. Оп. Наверх. Руки помогают. Ага. И просто сходим со степа. Сейчас мы станем перед степом. Шаг назад. Наша задача очень-очень быстро добежать до одного края бодибара. Коснуться его. И, соответственно, на другой край бодибара коснуться его. Упражнение развивает скорость. Готовы? Пять, шесть, семь. Побежали. Касаемся и в центр. Касаемся и в центр. Следите за техникой. И оставляйте спину всегда прямой. И когда опускаетесь вниз возле бодибара, следите за тем, чтобы угол в колене был прямой. Третье упражнение называется футболист. Наша задача вспомнить, как бьет по мячу футболист. Начнем с правой ноги и удар по степу. Правой и меняем. Левой. Теперь мы вспоминаем, что футболисты по полю бегают. И то же самое начинаем делать продвижение вокруг степа. Побежали. Держите спину прямой. Вы носите ноги вперед, перед собой, буквально чуть-чуть касаясь степа. Поднимайтесь на степ всей стопой. Начинайте с простых зашагиваний, потом добавляйте прыжки и приседания. Колени сгибайте по направлению носков. Следите за спиной. Она должна быть ровной. Разместите бодибар на краю степа. Старайтесь максимально быстро подбегать к снаряду с каждой стороны степа. Следите за техникой. Спина должна быть ровной. При приседании угол в колене должен быть 90 градусов. Имитируйте удары футболиста по мячу. Чередуйте ноги. Следите за осанкой. Не скругляйте спину и плечи. Продвигайтесь вокруг степа. Выполняйте упражнения максимально быстро. А вы знаете, что заниматься оздоровительной гимнастикой можно уже с двух лет? А представляете, что заниматься геем можно под руководством настоящей олимпийской чемпионки? Все возможно! Смотрите наш сюжет! Просторный спортивный зал. Современные тренажеры. Вроде бы все как обычно. Но это не совсем так. Стены зала расписаны в яркие цвета. Тренажеры миниатюрные. Да и сам инвентарь всех цветов радуги. Все потому, что здесь занимаются дети, начиная с двух лет. А открыл развивающий центр Алла Цупер. Чемпионка 22-х зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи по фристайлу в лыжной акробатике. Я прежде всего мама двоих детей. Наверное, это основной фактор, который повлиял на открытие детского центра. Потому что хочется, чтобы дети занимались общеразвивающими упражнениями, укрепляли свой организм в целом. И больше проводили в движении свою жизнь, чем сидели там, например, в телефоне или перед телевизором. Конечно, здесь не спорт больших достижений. Дети скорее оздоравливаются и весело проводят время. Причем как с мамами и папами, так и с тренерами. Подход у нас, конечно же, индивидуальный. И все упражнения проходят в игровой форме. Для более старших детей тренер тоже подходит индивидуально и выбирает те упражнения, которые подходят этому возрасту. Основной упор на гимнастику и акробатику. Поэтому и тренажеры здесь соответствующие. И гимнастическая дорожка, и батут, и поролоновая яма. Но все тренажеры максимально адаптированы к потребностям детей. И гимнастические снаряды могут расти вместе с молодыми спортсменами. Зал оборудован таким инвентарем, который подходит для детей. Например, дорожка, она надувная, чтобы было комфортно и мягко прыгать детям. Потому что спортивная дорожка, она немножко отличается. Она намного твердее, и детям было бы некомфортно прыгать на них. Стоят также снаряды, которые для детей предназначены, чтобы можно было спокойно залезть на снаряд и сделать свое упражнение. Под руководством олимпийской чемпионки, безусловно, не забалуешь. Тренерский состав тщательно отбирался. И за достижениями учеников будут тоже пристально следить и давать рекомендации на будущее. Помните присказку? Пейте, дети, молоко, будете здоровы. А так ли это на самом деле? Поговорим об этом с доктором. Сегодня есть очень много дискуссий о пользе или вреде молока. Я бы сказала, что молоко детям рекомендуется. Но когда мы говорим о молоке, конечно, мы говорим о детях старше года. В обязательном порядке даже, можно сказать, старше двух лет. Потому что до года это грудное вскармливание. Если мама будет маленькому ребенку до года давать молоко, то здесь будут факторы риска, связанные с аллергиями, которые могут формироваться у ребенка. Поэтому молоко – это источник молочного белка, это источник молочного жира, это источник молочного сахара. Но в первую очередь молоко – это источник кальция. Поэтому два стакана молока в день, если мы хотим, чтобы у нас была профилактика низкой плотности костной ткани у детей в дальнейшем остеопороза, правильного формирования костей и зубов, то в обязательном порядке молочко детки должны пить. Есть непереносимость молока, да, и есть аллергия на молоко. В этом случае, конечно, мы его заменяем какими-то другими видами молока. Допустим, это может быть козье молоко. Или, допустим, если есть непереносимость, когда лактазная недостаточность, тогда могут быть, допустим, кисломолочные продукты. И поэтому, в общем-то, молоко может быть в кашах, молоко может быть в какао, это может быть молочный суп. Это не обязательно только лишь стаканки печёного молока, это могут быть йогурты. Но просто надо понимать, когда идут какие-то сладкие молочные блюда, я имею в виду промышленные переработки, то там может быть больше каких-то добавок, связанных с теми же простыми сахарами. Значит, если говорить о жидкостях, то на первом месте стоит вода, на втором месте – молоко. На третьем месте могут быть какие-то соки, но когда мы их делаем сами, чтобы они были без сахара. А дальше уже все остальные напитки, допустим, соки с сахарами, конечно, вредные, это уже различные газированные напитки. Если идёт речь о молоке с мёдом, то мёд, конечно, также деткам полезен, но, опять же, лучше всё-таки её рекомендовать деткам старше двух лет. Но надо чётко понимать такую вещь, что, во-первых, мёд бывает разный. Если это, допустим, жидкий мёд, и мы не знаем, кто производитель, то о полезности данного мёда, ну, говорить достаточно сложно. Поэтому очень хорошо, если у нас есть бабушка, у которой есть пасека, вот в этом случае мёд полезен. Другое дело, что если мы этот мёд будем, допустим, разогревать до высокой температуры и потом только лишь его разливать в банки и хранить, то все полезные свойства такого мёда теряются. Поэтому лучше всего, если мы берём или молоко тёплое, когда оно уже не очень горячее, растворяем мёд, или, допустим, фрикуску, берём немножко мёдика и запиваем тёпленьким молочком. Но в этом случае, конечно, будет большая польза. Детям тоже нужен фитнес. Мы начинаем с малого и обязательно достигнем главного – отличного здоровья и хорошего настроения. Давайте изучать азбуку спорта вместе. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok